решил показать достояние это все позор ярославля нахожусь я на пятерке в ленинском районе улице это карла липферта в районе до 50 52 то есть тут вот такая разбитая дорога огромные ямы находимся мы с вами буквально в 50 метрах вот добрынинского моста который ремонтировали реконструировали год или два и по-моему стоимость его реконструкции обошлась в сначала что-то 200 или 300 миллионов потом оказалось что половина этого моста неправильно его снесли и заново отстроили то есть еще на половину стоимости добавили короче наверное ближе к полмиллиарда и вот в 50 метрах от этого нового моста вы видите дороги просто нет и блин я не знаю даже потратить сколько но на вот эту дорожную полотном чтобы восстановить тысяч пятьдесят сто от полмиллиарда вот тут я мы просто глубиной ну сантиметров 50 вот такие разбитые дороги вот пожалуйста вот здесь дорога типа отремонтировали вот этот мост хотя бы сделать заезд более-менее нормальный никто не додумался и ведь приезжали значит водили в эксплуатацию этот мост и не сделали но это просто позор да стыдно конечно стыдно за тех что вводят в эксплуатацию эти объекты ну может это все бюрократия сказали типа нет нельзя на это тратить ну даже сами строители боже мой тут одну машину асфальта привести утрамбовать почему меня приводят в шок вот такие дороги дело в том что покатавшись два месяца по европе там больше германия швейцария дания я не знаю вот самое большое я мы я видел это может глубиной 5 сантиметров и шириной длиной там полметра здесь же ямы глубиной полметра это нормально и они не сегодня появились они там уже вот если не больше это с учетом что это не какой-то маленький городишко у которого нет денег это областной центр с населением под 600 тысяч человек и когда ты знаешь что рядом потрачить и потрачено на дорогу на этот мост там больше 300 миллионов рядом просто развалины волосы сидею это просто позор просто позор вот ты едешь по центральной улице да нормально все с ней хорошо да улица карла липхен да она не центральная там не ходит общественный транспорт там ездит только частный транспорт автомобиля но до такой степени запустение чтобы находились проезжие части даже не центральной непостижимо как-то такого можно довести и вот таких ям даже вот во дворах съезда с основных дорог проезжих частей во двор их куча это одна тысячная наверно и таких очень много вещей к сожалению даже у нас в центре можно найти такие ямы огромные и сколько раз я писал в администрацию ну писали будет финансирование типа отремонтируем или там поставим в каком-то году сделаем ямочный ремонт ямочный ремонт и знаешь как приносит крошку вот асфальт слезает новых это стиль асфальт и вот этот гравий бои асфальта засыпает но это что это на неделю может на две для первых там дождей пока это все ну насытится водой машины там проедут и просто вымоют этот весь асфальт из ну из этой ямы просто ничто будем надеяться что когда-то до всего останется в прошлом и приведут в порядок да я вижу что основные дороги стараются ремонтируют поддерживают но еще далеко до идеала сегодня воскресенье на улице минус 3 градуса большой снегопад вот наконец-то навалило снега и теперь детишки могут повеселиться на ватрушке покататься но завтра начинается похладание будет до минус 25 поехали садитесь ксюша ты толкай куда ты полежал давай по-нормальному там все равно не подняться там сырье это руками держи мы с вами находимся в самом самом центре там вот медицинский университет это называются стадион спартаковец там дальше даманский парк а это вот смотрите дома старые-старые но они настолько старые что вот не разрушается это есть так называемые усиление здания чтобы оно не развалилось она проходит через окна мне кажется это дом уже не жилой потому что но вряд ли бы зимой были бы вот так на распашку окна открыты вот то есть скорее всего эти объекты они являются объектом культурного наследия ну федеральное значение в юнеско входит их по сути нельзя ничего с ними делать но разрушать перестраивать реконструировать то есть их можно реконструировать но как бы воссоздать их первоначальный вид вот то есть возможно она уже аварийной и расселили а дальше ну что с ним делать надо находить или же инвесторов кто захочет его восстанавливать как муравейник военный госпиталь там